Приветствую вас. Аноним. Вы знаете, я буду с вами достаточно тщетен, вот, постараюсь ответить на ваш вопрос так, как мне видится, вот, и начну, как это водится, не с начала, а с конца. Вы в конце спрашиваете о том, в общем, что делать, да, то есть вот я по сути цитирую, вот, вы пишите, в общем, что делать, значит, ну, вы пишите, что на йоге повредило колено, спорт не вдруг, сейчас далее вы описываете свои симптомы, вот, значит, меня не интересует, не отвлекает ничего, хожу на свидание, но, как назло, все неудачные. Что делать, чтобы что? Тут я бы все-таки больше про ваш запрос, наверное, здесь, вот именно здесь поговорил бы, да, чего вы хотите? А, что вам нужно? А, именно от психолога. А, какой у вас вопрос? То есть, что вы хотите, что вы хотите поменять в себе? Понимаете, я увидел у вас достаточное количество негативных установок, вредных установок, вредных для вас установок. Ну, вопрос в том, готовы ли вы от них отказаться, готовы ли вы по-другому смотреть на вещи, готовы ли вы что-то в себе менять, готовы ли вы подвергать критике свое мышление и так далее. То есть, это вот, очень важный момент. Понимаете, вопрос, что делать, он достаточно жертвенный, на мой взгляд, по той простой причине, что он предполагает наличие предложения вам вариантов того, что делать. Вот, а это все-таки не совсем профессионально с точки зрения психотерапии. Вот, поэтому здесь вот не совсем понятно все же, чего именно вы хотите, что вам нужно. Нужно. И я хотел бы, чтобы вы определились. Следующий момент, который я хотел бы задронуть, это момент препаратов. То есть, то, что вы понимаете препараты и то, что у вас, ну, возможно, к вашему состоянию, которое у вас есть, да, именно психологическому и, может быть, физическому, добавляется еще и воздействие препаратов на организм и на психику тоже. И из-за этого острое состояние приобретает, ну, соответственно, химический такой контекст. Вот, и мне думается, что именно вот это, да, именно это, ну, делает такую вот психотерапию, если мы не говорим про НЛП, потому что все-таки мне кажется, что НЛП не убирает проблем, да, оно снимает симптомы, но не убирает проблем. Значит, вот психотерапия здесь, ну, не совсем эффективна, потому что вам нужно, наверное, снять сперва острое состояние, Которая мне почему-то кажется связана не только с психическим положением, но и с физическим тоже, с воздействием препарата на вас, вот, поэтому я боюсь, что вот именно сейчас вы не совсем расположены к психотерапии с другой стороны, с другой стороны. Опять же, если у вас будет заброс, допустим, заброс, к примеру, на то, чтобы, да, вот, помочь, допустим, ну, хочу прожить, к примеру, просто хочу прожить этот момент, этот момент, да, вот, что помочь прожить вам можно, то есть именно помочь вам проживать, потому что то, что происходит сейчас. Не держать это в себе, значит, завершить как-то это все, да, то есть завершить вот эти отношения, завершить этот момент, снизить эмоциональный тонус у вас, вот, и прочее. То есть, вот мне кажется, что это то, что сейчас могло бы стать вашим запросом. Прожить. А, прожить. Вот, помочь прожить. Помочь мне прожить то, что сейчас происходит. То есть, вы пока, на мой взгляд, не готовы к изменениям, да, вы пока не готовы к гимноперемерам, мне кажется. Вы находитесь в кризисе, и у вас, как бы, ресурсов для изменений, ну, если не нет совсем, то очень мало. Вот. И я не уверен, что вы хотите менять, я об этом скажу чуть позже. Но, опять же, что может сделать психолог, да, что может сделать психолог. Повторюсь, мне НЛП. Это, вот, помочь вам прожить. Помочь вам, как бы, переформировать, переработать то, что происходит сейчас, опыт определенный. Помочь вам лучше себя изучить, лучше себя понять. Вот. Вот это, вот, то, что могло бы быть запросом. Ваш. Но мне кажется, что перед тем, как заниматься психотерапией, вам необходимо, проконсультироваться с врачом, который назначил вам препараты. Вот. И узнать, насколько вы восприимчивы к психотерапии. Полезно ли вам будет сейчас психотерапия. Или имеет смысл, как-то, вот, продолжить медикаментозное воздействие. Потому что, все-таки, когда замешаны медикаменты, да, тут психотерапия, она отходит немножко на второй план. Потому что медикаменты способны любое, любое психотерапевтическое воздействие, да, блокировать. Ну, и во избежание вот таких моментов, да, во избежание таких моментов, мне кажется, что вам об этом нужно позаботиться. Дальше, значит, вы пишите. Добрый день, я художница, прошлая модель, 28 лет. Ну вот, знаете, вот как вы сразу начинаете описывать, да, кто вы. То есть, я художница, прошлая модель, мне 27 лет. То есть, мне кажется, что вот этим вот вы пытаетесь, вы хотите показать, кто вы. Проблема вашей значимости здесь присутствует. То есть, вы сомневаетесь в своей значимости, сомневаетесь в том, что вы значимы, сомневаетесь в том, что вы, ну, чего-то стоите. Вот, и первое, чем вы говорите, это вот то, что, то, чего вы добились. То есть, я художница, это, на самом деле, я творческий человек. Это уже такое вот, такое вот, такое заявление, немножко претензионное. Вот. Почему претензионное? Потому что, ну, это проявляется в последующем тексте. Вот. В прошлом, в прошлом модель, ну, опять же, мне кажется, это такая, больше, знаете, вот, желание, опять же, продемонстрировать, что вы что-то значит. Вот. Я, конечно, могу ошибаться насчет моделей, но насчет художницы это совершенно точно. Вот. Следующим у вас идет возраст. 28 лет. Возраст. Ну, мне кажется, что, опять же, в вашем тексте, явно, угадывается, ага, проблема возраста. Ну, возможно, вы думаете, что, вот, мне 28, я могу никого не встретить больше, но вы, собственно, об этом прямым текстом пишете. Вот, что после 30 женщина никому не нужна и прочее, прочее, прочее. Здесь я бы поднял вопрос о том, насколько для вас значен возраст и вообще, что значит для вас возраст. По вопросу искусства, вопросу творчества, я бы тоже хотел бы спросить, что для вас значит творчество. Ну, то есть, я не хотел спросить у вас, как вы творите, да? Нет. А именно, то, что вы художница, насколько от души вы это делаете? Делаете ли вы это от души? То есть, насколько это гармонично имплементировано в вашу психологическую реальность? Когда раньше не хотелось серьезных отношений, пишите вы, был долго красивый, обеспеченный, легкий любовник, даже два. Ну, здесь ключевой момент в серьезности отношений, то есть, это вот такое знаете, ну, довольно распространенное мнение о том, что отношения могут быть не серьезными. Это ошибка, ну, потому что, или знаете, даже не так, не ошибка, а просто, что такое для вас серьезные отношения? Ну, я уверен, что вы, в принципе, их описали, свое представление о, свои представления я о серьезных отношениях. Вопрос заключается в том, почему вы считаете, что эти атрибуты являются атрибутами серьезных отношений? Как вам все отношения могут быть серьезными? Мне кажется, что серьезное, это то, что важно. А важно, это то, что дает эмоциональный отклик. А вряд ли вам не давало эмоционального отклика взаимодействия с вашими любовниками. Поэтому, вопрос о серьезности отношений, о том, что такое серьезные отношения, и что вообще составляет серьезность отношений, мне кажется, остается открытым. И очень важно, вы используете эти слова, используете эту фразу в серьезные отношения, но, мне кажется, что не понимаете его значения. То есть, вы не узнаете того, что говорить. Дальше. Был долго красивый, обеспеченный и легкий любовник даже давал. Ну, есть ощущение, что вы любовниками себе что-то додавали, вот пытались додать. Возможно, именно то же самое значение, возможно, именно то же самое внимание, что вам не хватало. И не хватает сейчас. В том году завершила наше общение, занималась работой, творчеством весьма успешно открывала выставки. Зана деньги зарабатывает в среднем 30 до 40, но привыкла жить на сумму от 100 тысяч рублей в месяц. А как, скажите, вот как так, чтобы вы привыкли жить непосредственно? Вот откуда это, как это сформировало? То есть, если вы привыкли жить не по средствам, да, не по своим средствам, то, ну, совершенно очевидно, что вы зависимы. Вот, вы зависимы. И как так получается, что ваши привычки, ваши потребности незаизмеримы с тем, что незаизмеримы с возможностями по их удовлетворению? То есть, здесь вот уже идет дисбаланс, да, здесь уже идет дисбаланс. Мои желания я ставлю выше своих возможностей. Так происходит либо из-за обиды и чувства несправедливости в отношении к миру, к окружающим людям. Либо по причине того, что вы считаете, что, ну, что должны, вот, должны удовлетворяться ваши потребности, что вот, ну, что так должно быть. Но, в любом случае, сама экспозиция, что я зарабатываю одну сумму, а привыкла жить на другую почти в два раза больше, это деструкция. Деструкция, потому что вы уязвены, уязвены здесь. Ну, то есть, грубо говоря, вы не самостоятельны, да, то есть, вы не можете обеспечить сами себя. И вы не принимаете того факта, что вы не можете обеспечить сами себя, ну, вот, на том уровне, на котором вы, допустим, привыкли. И возникает вопрос, как так получилось? Возникает вопрос, что привело вас к этому? Скорее всего, привычка полагаться на других людей. Но, а как к этому вы пришли? А по какой причине вы не полагаетесь на себя? Ну, и так далее. И так далее. Для меня важное материальное положение мышки. Ну, почему вам не важно ваше собственное материальное положение? Вот тот вопрос, на который нужно ответить. Потому что материальное положение мужчины, каким бы оно ни было, это материальное положение мужчины. И к вам оно не относится. Но, если вам важно материальное положение мужчины, то это говорит о том, что вы опираетесь на него. Вы считаете, что можете опираться на другого человека. То есть, по сути, мужчины, вот то, как я их вижу сейчас, для вас. Это кастыли, на которые вы опираетесь. Для того, чтобы создавать иллюзию баланса вашей жизни. В сентябре восемнадцатого года познакомилась с В. Сорок лет очень обеспеченный долг и очень красиво добивался ухаживания и заботов. Ну, здесь вы себя преподносите, как некий бриз. Как некий бриз, как некий объект завоевания. Что сказать? Это крайне деструктивная позиция. И вот почему, почему. Во-первых, если происходит такой процесс ухаживания, если мужчина добивается, если мужчина завоевывает, то это активность. Но это квинтэссенция активности. И это повышенная активность. И это восприятие партнера, в данном случае вас, как некого объекта, который нужно завоевать, сделать своим. Но это мы говорим о владении. Мы говорим о владении и мы говорим об условности отношений. То есть, если ты меня завоюешь, я буду с тобой. Если ты меня не завоюешь, я с тобой не буду. Условность уже исключает искренность и такую вот чувственную свободу, что ли, в отношении. И вы себя сами позиционируете как приз, вы себя сами позиционируете как некий, некую награду, что ли. Но ведь награду добиваются, а потом, извините, ставят на пол. Человек, это не награда. Человек, это не приз. Вам либо нравится человек, и вы хотите для него что-то делать сразу, вы что-то для него делаете. Либо вам не нравится человек, и вы не делаете для него ничего. Но здесь вы влюбляетесь не в человека, а в его отношения к вам. Не в человека, а в то, в кем он вас видит. Ну, по сути, точно описывает мой коллега Кудрячев Игорь Леонидович. Правда, несколько короткой формы, краткой. Вы пишите, к декабрю я размякла, стали встречаться и жить вместе. Вот. Вы позволили себя завоевать. Размякла. Но ведь это условие. Это условие, и это уже не естественно. И у меня возникает вопрос. А как вы пришли к идее, что вас нужно завоевывать, и вас нужно добиваться? Я ответ очень простой. Вы сами на него даете. Вы сами даете на него ответ. Что мне кажется, что этот мужчина действительно ко мне если не относится, они просто хотят провести время. То есть, вы сомневаетесь в собственной своей ценности. Вы сомневаетесь в том, что мужчине вы можете быть нужны как человек, как личность. И предполагаете, что мужчины хотят вас использовать. С чем это связано? С восприятием самих себя. С восприятием своей внешности. С самооценкой. Она у вас занижена. Вот, вы пишите, да? Я именно так и хотела понимать, что в меня влюбились, добиваются, а не просто хотят провести время. Но вы не понимаете главного. Что влюбились и добиваются, это то же самое, что и хотят провести время, только с большей страстью немножечко, но то же самое. И то самое здесь интересное, это то, что вас влюбились, вас добиваются, но вы-то сами, вы-то сами ничего для человека по-прежнему делать не хотите. Для вас-то самое главное, что вас влюбились и вас добиваются. Для вас не главное, что вы хотите делать для человека. Понимаете? А искренность отношений как раз таки тогда становится возможной. Когда для человека главное не как относится к нему. То есть он любит не отношения другого к себе. А то, что он сам хочет делать для другого. То есть то, как он видит своего партнера. И я верю в то, что вы так и хотели, чтобы вас влюбили, чтобы вас добивались. Но, по большому счету, здесь вы компенсируете недостаток осознавания своей ценности. Вы пытаетесь таким образом компенсировать свою низкую самооценку. Вот и все. Поэтому отношения уже изначально выстраивались на крайне деструктивных позициях. Дальше. Тут начались проблемы. Что-то не то с поведением. Сексом. Говорят, что очень любят. Но замечала нервозность, обстраненность. Иногда поведение аутичное. Ну, я так понимаю, что вы говорите в целом про то, что мужчина... В целом вы говорите про то, что человек перестал уделять вам в полной мере внимание свое. То есть вы перестали чувствовать себя в центре его внимания. Что вас задевало, заставляло вас думать о том, что вы не единственно на кого направлено внимание мужчины. И, соответственно, вызывало ревность. И подтверждаете, говоря про то, что думали о его бывшей, которая присутствовала в его жизни. Понимаете, какая штука? То есть стоит вам почувствовать, что вы не в центре внимания, вы тут же начинаете испытывать негатив. Возникает вопрос. Почему? Как у вас это происходит? Как происходит процесс, что из того, что вы не в центре внимания, вы делаете вывод, что, ну, что вот, вы уже меньше интересуете человека. Но самое главное заключается в том, что это нормальная реакция. Ведь мужчина вас добился. Он добился вас. Все. Зачем что-то еще делать? Для чего что-то еще делать? Понимаете, это общее для случая с мужчиной и случая с вашими свиданиями, которые неудачные. Неудачные. А если люди добиваются друг друга, они не видят в друг друге личности, они не видят в друг друге человека. Они видят в друг друге только то, чего они хотят добиться. Из-за этого возникают проблемы взаимодействия, из-за этого возникают проблемы гармоничности и полноты восприятия человека. Такие отношения бедные, односторонние, однобокие, очень неуравновешенные и невзрослые. Но я полагаю, что у вас, ваша потребностная сфера, желания, они вас контролируют. То есть вас направляют ваши желания, вами управляют ваши желания. Причем это происходит в деструктивной форме, когда рационально в человеке вас никак не фильтруют потребностно. И мне кажется, это тоже то, чему бы вам стоило бы научиться. В желаниях нет ничего плохого, но рациональному необходимо помочь потребностному проявляться в реальном мире адекватно ему, а не хаотично. Про работу почему-то не подумала, думала только про бывшую. Он ее очень любил, я сходила с ума, мне говорил, что ее больше не существует, есть только я. Значит, наверное, она была для него идеалом женщины жизни, меня это всегда убивало. А чем, из-за чего вы сходили с ума, это ревность. Ревность это неверность в себе, страх одиночества, заниженная самооценка, отсутствие собственной реализованности и значимость. То есть вы, аноним, конкретно так себя обесцениваете, конкретно так сравниваете себя с другими людьми, конкретно так не принимаете себя такой, какая вы есть, конкретно так следите с чего-то в себя. В целом, все устраивало, попросил уйти с работы, я готовила застраду, ночь рисовала, строили планы на свадьбу осенью детей, я планировал учебу, мои проекты жила иногда в Европе, он был не против, лить бы мне было страшно. Но вот здесь у меня есть такое ощущение, что вы, как бы, полностью свалили вот всю ответственность за свою жизнь на другого человека. Вообще, я бы отметил, что мужчина, В, он старший раз на 12 лет, соответственно, есть вероятность того, что вы относитесь к нему как к отцу. И вот отношение к нему как к отцу действительно может быть родом из детства. То есть, вот как-то вот желание быть таким ребенком, желание быть с тем, кто вас защитит, с тем, кто все для вас делает, вот это все. Ну вот, ну то есть, такое вот получается, получается такое чувство, что я хочу быть ребенком, не хочу быть взрослым. Чувство, что, чувство какой-то, какой-то, какой-то обиды, фрустрации по поводу взаимодействия с родителями вообще. Я думаю, что мужчины вашего возраста вам не интересны, кажется вам, вам, ну, не стоящими внимания. То есть, с одной стороны, потребностная сфера у вас подавлена, потому что вы не можете вести себя со своими, ну, я так думаю, со своими ровесниками на равных. Вот, вы можете вести себя более-менее естественно только с теми, кто опасался, да, вот. Потому что эти люди, они могут выдержать ваш напор, ну, ваш напор желаний, скажем так, да. Вот, а ваши ровесники кажутся вам слишком маленькими. И это чуть не означает, что вы слишком взрослые, нет, это означает только, что вы направлены на родителя. То есть, вы хотите родительского отношения. Вот, не партнёрского, а родительского. Не гармонического, а подчинённого. А подчинение, это всегда зависимо, зависимо. У меня тогда началась депрессия, обиду на его характер. Так, депрессия, это что? Заболевание? Почему депрессия? Обиду на его характер? В смысле? Обида, это что? Это ожидание. Ожидание основано на ваших желаниях. Ответственность за свои желания вы перекладываете на другого человека. Соответственно, появляется обида. По какой причине вы перекладываете ответственность, непонятно. Дальше, это манипуляция. То есть, я обижаюсь, я вызываю у другого человека чувство вины, чтобы он сделал то, что мне нужно. Такую модель поведения вы могли почерпнуть только у своих родителей. От этой модели нужно отказаться. Третий, третий момент. Вас задевает чем-то его характер. То есть, меняет ваше представление о себе. Необходимо разобраться в чем. Не желание рисовать и что-либо делать, хотя планом было вагон и жили в огромном доме. Здесь немножко хаотично вы, конечно, излагаете. Вот. Но не желание рисовать может быть связано и с творческими, творческими кризисами. А планы, как известно, это больше прорационально. В общем, в мае к нам заявили в долг больше 60 миллионов, квартира и дом с просрочкой против платежа. Все его деньги в долг на бывший брал в долг около 10 миллионов столько. С июня по той неделе жила с ним какая-то коморка. Он у меня в практике пытался дать все долги, тогда при этом все долгов нет. В том году, как оказалось, плодом с номерной квартиры. Брат родственникам всем больше миллиона 24. Ума не принадлежи, почему все молчали раньше. Все долги есть, это когда те, кто приходят за ними. Ну, по большому счету, вы попали на то, о чем я говорил раньше. Когда? Да, и то, почему у вас появляется обидно на характер человека. Когда люди друг друга завоевывают, они демонстрируют друг другу только одну сторону. Самое лучшее. Все остальное не имеет отношения. И все остальное не видится людьми и людьми до сих пор, пока длится процесс завоевания. Но зато потом, когда процесс завоевания проходит, все остальные стороны накатывают с очень, с очень таким, с очень мощным зарядом. Очень мощным. А люди за это время могут уже начать жить местом. Люди за это время могут начать быть семьей. Начать быть родителей. И тут представьте, все это наваливается. И ощущение, как будто незнакомый человек. Ощущение, как будто ты и не знаешь, кто перед тобой. И чувствуешь себя потерянным, чувствуешь себя растерянным. В такой, как будто бы невесомости. Знакомое чувство? Да, так бывает, когда отношения строятся на завоевании. И что самое главное, вы продолжаете идти сейчас этим же путем, выходя на свидание. Все то же самое будет. Я уж молчу про то, что клин-клин. Вы пытаетесь выбить. Жили ужасно ругались. Ну, здесь я бы рекомендовал поиследовать психологическую игру скандал. И перейти от мы, да, вот то, что мы ругались, к тому, что я ругался. Вот вы пишите, что я драл вас. Вот это пока, по крайней мере, здесь вы говорите про личную ответственность, что я. Я драл. И я ругался. Но из-за чего? Как происходил процесс, что я ругался? Как происходило, что я драл вас? Это нужно разобрать. Плакал. Из-за чего? Ага, ваш сон в коматозе. Ну, не очень понятно, что вы имеете в виду. Все выходные проводили за городом. Всегда спали в обнимку. Он по итогу стал отдавать свои деньги. Привязался как к маме или как к родному человеку. Хоть отношения стали походить на двух агрессивных алкаше. С ним рядом успокоиться, без него нервы. Ну, это классическая история со зависимостью. Вам уже мой коллега, опять же, Кудрячев Игорь Леонидович об этом сказал. Не вижу смысла мне что-либо комментировать. Могу только сказать, что вот, когда человек завоевывает, да, другого, он же создает некий идеальный образ. Свой. В важном случае этот человек совпал за то, что вы эфир атакательны. То есть человек не инвазировал вам образ, а вы как бы имплазировали образ. И вы делаете все для того, чтобы этот образ удержать сейчас. Ну, делали, точнее, вот эта вот привязанность. Сама стала давать деньги. С ним спокойствие, без него нервы. Это в том числе и про то, что вы хотите, ээээ, вы хотите сохранить образ, тот идеальный. Который, который создавает лазер. Это помимо того, что вы боитесь завдаться одна, и помимо того, что вы себе не доверяете, и все перекладываете на своего партнера. К себе вы вообще относитесь достаточно плохо. Надо сказать. Устроилась на работу, стала принимать феварин. Чуть не померла, пришла на Эглонил. Вы знаете, я бы хотел обратить внимание на то, что для 28 лет, а вы рассуждаете, ну, вот, что-то чувствуется в вашем тексте, такое, знаете, постарше. Лет, так скажем, на 10. Я бы хотел бы, ээ, немножечко пободробнее этот момент изучить. Если бы вы не сказали, сколько вам лет, я бы подумал, что вам, вот, где-то на 10 лет больше. Примерно. На 10, может быть, чуть меньше, больше. Вот. Мне бы хотелось этот момент изучить. Дальше. Значит, выписал психиатр. Ну, опять же, с одной стороны, хорошо, что выписал психиатр, но с другой стороны, если психиатр выписал, должен быть диагноз. Если должен быть диагноз, значит, должно быть лечение. Препараты, к сожалению, не лечат. Я ничего не хочу, ни интересует, ни работа, ни творчества, о чем скучаю. Павел, я с той субботы окончательно ушла от него. Его хотят посадить, ничуть не поставил моего отца. Тоже хотел взять на него в долг. Ну, здесь, в общем-то, да, классическая история про созависимые отношения. Боюсь, никому больше не буду нужна, а вы сами о себе заботитесь. То есть, откуда, откуда эти, вот эти, вот эти страхи появляются. Почему вы зависите, зависите здесь от других людей. Дальше. Не захочет свадьба детей. Зачем свадьбе, зачем дети? Почему вы хотите семью? Ради защищенности. Как получается так, что вы не чувствуете себя защищенной? Нет лишней личной границы. Личной границы между вами и другими людьми, всем миром, вас нет. Соответственно, с личными границами нужно работать, чтобы вы чувствовали себя защищенной сами по себе, чтобы вы не оставили семью и детей, как цель для отношений. Потому что это целью для отношений быть не может. Причина та же самая образность семьи и детей, что и была описана мной в контексте мужчин. Очень-очень к нему привязалась. С привязкой есть потребность. То есть, если вы привязали, значит какая бы потребность с ним связана? Какая? Ее нужно выделить и вы начинаете научиться удовлетворять. Свадьба должна была быть в том сентябре, не могу спать без него. Но психолог, кстати, заставил оборвать эту связь. Ну, психолог ничего заставить не может. Вы сами это сделали. Сделать это не психологи. И не очень хороший психолог, если он что-то заставляет делать клиенту. Я гроблю себе жизнь, и хотя с ним это опасно, я вроде это понимаю, но, черт возьми, с ним рядом спокойнее. И все, тут он меня возвращает, люблю, не могу, я игнорирую. Ну, спокойнее, опять же, надо разобраться, что именно спокойнее. Это первое, когда вы говорите, что он меня возвращает, вы даже, наверное, не отдаете себе отсчет в том, что воспринимаете себя, как тот же самый предмет и приз. Вот. Дальше. Глонилу стал душить, а вообще на взросшую йогу перестала принимать его воскресенье, как будто стало хуже. Хочу, кувы, я больше ничего не хочу. Ну, вот видите, такое детское желание. Хочу, кувы, да, то есть это вот, знаете, как к ребенку. Хочу к папе, хочу к маме, вот такая вот история. Хочу спать страшно за будущее, потому что не доверяйте себе и не доверяйте своим чувствам. Пытаетесь разумом что-то предсказать, что, в принципе, сделать невозможно невозможно. Не радует ничего, хотя мне это не свойственно. Тремор это как будто кофе-кофе перепила. Ну, опять же, не радует, совершенно, совершенно, понятно. Почему, да, не радует. Не радует по такой простой, на мой взгляд, значит, причине, что вы, ну, в себе подавляете, вот, определенную жизнь, ну, определенные чувства, вот, подавляете себя. Поэтому, поэтому, соответственно, такая проблема. Хочу быть им хозяйкой, женой, готовить детей, спать вместе, писать картины, понимая, что это жизни своя уже нет. Нет, ну, боюсь, что больше никакого не будет. Ну, это опять же история про зачищенности, не доверяя себя. Вот, в принципе, то, что я могу вам сказать. Если готовы по этим направлениям работать, буду рад вам помочь. На этом все. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго и удачи. Поехали.